Здравствуйте, товарищи! С вами программа «Точки сборки» и я, ее ведущий, Александр Пустухов. Наше представление о будущем часто где-то там, в тумане, и мы сегодня больше сфокусированы на том, где мы живем, с какими проблемами сталкиваемся, что было вчера, как было хорошо или плохо когда-то там вчера. А сегодня хотелось бы поговорить о том, что будущее требует себе внимания, причем достаточно отдаленное будущее. И чем четче и плодотворнее мы будем формировать это будущее в своем воображении, именно в позитивном ключе, в том, какой оно может быть при хорошем исходе, при реализации того, как нам бы хотелось бы для себя, для своих детей, для своих внуков. И сегодня поговорим о том, как сделать так, чтобы будущее было светло. И сегодня с нами в студии два очень интересных человека, очень глубокие профессионалы. Я уверен, что будет очень интересная дискуссия сегодня. Хочу представить писателя-фантаста, автора научно-фантастических книг Алексея Хохлатова. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! И уникального человека, представителя правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, человек, который много работает с молодежью, который знает, как формировать светлое будущее, и которому есть много что сказать. С нами Виктор Минин. Виктор, здравствуйте! Добрый день! Что должен в человеке произойти, чтобы начать об этом думать позитивно, о будущем? Наверное, вначале вопрос Виктор вам. Как вы думаете, у нас в Советском Союзе был решен определенный базовый вопрос. Мы не думали о том, в большинстве своем, как будет завтра, что нам покушать, где нам найти работу. Вопросы как-то решались, и главное, что решался вопрос определенный базис безопасности. Мы об этом не думали. Вот сегодня, что важно сделать, чтобы мы опять могли думать о большом, о будущем, чтобы опять вернуться к тому, чтобы быть самочитающим народом? Вот как вы думаете? Ну, сила в знании, и, наверное, довести до молодежи, начиная с детского сада, со школы, с начальной школы, о ценности знаний, которые они получают. К сожалению, на сегодняшний день школа утратила эту функцию. Возможно, она довернутся. Слава Богу, там на определенном этапе заменили слово «услуги по образованию» на все-таки воспитательную часть. Она вернулась, другой разговор, что она не до конца вернулась. И хотелось бы к тем истокам, которые были действительно в Советском Союзе связаны той же пирамидой Маслова, обеспечения витальных потребностей и безопасности. То есть две базовые потребности человека для того, чтобы можно было при их обеспечении дальше в развитии идти. Ну, хотелось бы, конечно, базово вернуться к образовательной составляющей и к воспитательной составляющей, то есть те ценности, которые были, что такое хорошо и что такое плохо, что старших надо уважать. Даже если они не правы, значит, научиться корректно с ними спорить и доказательность новых дел. Ну, и многие-многие такие вещи, которые вернут, наверное, ценности семьи, на которой на сегодняшний день институт семьи разрушен. То есть можно создавать временные семьи, лоскутные семьи. Ну, я уж не говорю про цветные семьи, это вот отдельная история, наверное, то же самое. Это большая боль. Ну, слава богу, что все-таки у нас православная страна, и все-таки ценности еще больше сохраняются, нежели вот как это происходит в странах с католическими какими-то ценностями протестантскими. Там как-то они умудряются размыть эти ценности. Для меня это не совсем понятно, но речь не об этом. И я думаю, что надо вернуть эти ценности, которые были в Советском Союзе. То есть нам нужно сделать точку сборки по новой нашей культурной базице, которая создавала именно образование, не просто передачу знаний, именно образование, воспитание, где роль педагога, роль героев нашего времени нужно вернуть именно нашей традиции, в нашем ключе. И, наверное, еще важный момент о том, что хотелось бы обратить внимание, что очень важный момент был в Советском Союзе, это все-таки школа и вузы формировали патриотов своей страны. И вот эта патриотическая составляющая, она почему-то утрачена. Но, возможно, нужно найти нынешним лидерам причины утраты и вернуть тот истинный патриотизм. Не военный с автоматом или еще как-то, а именно ту настоящую любовь к родине, которая есть, которую ты уважаешь и живешь, и понимаешь о том, что у твоей семьи, у твоих детей, у твоих внуков и правнуков есть то хорошее, светлое будущее, которое они выбрали здесь. — Здорово. Вопрос, Алексей, к вам. Вы написали, да, дополнить. — Додолжим сначала, да, идею. Я бы прежде всего хотел сказать, что, конечно, в одну реку дважды не войдешь, говорят, да, поэтому Советский Союз возразить, это такая идея. — И нет этой идеи, да. — Понятно, что не об этом речь. Мы, понятно, не вернемся один в один к тому, что было, может, это и не нужно. Мы должны по спирали, да, на каком-то новом витке возвращаться, берем слово это в кавычки, в самое лучшее, что там было. Ну, конечно, речь идет о том, вот я абсолютно, Виктор, согласен, надо начинать с молодежи. Но с молодежи начинать, молодежь же не может сама себя воспитывать. Молодежь воспитывает кто-то постарше. У кого-то постарше в голове большая дыра, потому что ценности непонятно какие, либеральные, восточные, где мы вообще, между Западным и Востоком болтаемся, или мы сами себя что-то представляем, там Запад, там Восток, а мы сами себе полноценные. Вот полноценности пока, ну, как-то там в национальном сознании я не наблюдаю, вот той, в которой хотелось бы. Поэтому прежде всего надо, конечно, увидеть светлое будущее. То есть я за то, что начинать путь надо с ментальных вещей. То есть мы сами по себе должны видеть светлое будущее. Не путь какой-то там либеральный, еще какой-то там западный, восточный. Сами по себе должны мы увидеть светлое будущее. Почему я книгу написал? Потому что я для себя вижу как. Не исключая цифровизацию, потому что это невозможно, потому что весь Запад пойдет по цифре. Если мы будем отрицать, мы как бы в пещеру скоро зайдем. То есть надо просто правильно все направить. Не исключая традиционной ценности. То есть, наоборот, все объединив, выйти в какую-то новую формацию, которая не было еще раньше. Ни социализм, ни капитализм, что-то новое. Я назвал ее опчинизм. Не важно, как назовешь, но важно, хотя как назовешь корабль, так он и поплывет, но важно увидеть. Вот с этого все начинается. А можно еще дополнить важный момент. Для России все-таки есть эта идея. Она была в том числе и Лениным отмечена в вопросе о национальностях. По-моему, так называлась его работа. Я недавно буквально сейчас вспомнил эту историю по поводу, кто такой русский. И вот сидит как бы мама и папа, и ребенку там трех-четырех лет объясняют, может быть, пяти, я уж не помню там детали, но объясняют о том, что мама говорит, я якутка, папа говорит, я якутка, ты тоже якутка. Она говорит, нет, я русская. То есть на принадлежность не в нации, а принадлежность тех ценностей, которые есть. И ребенок уже объясняет, что я хочу принадлежать к российским ценностям те, которые есть. Вот для этого они должны быть явные, прописанные, скажем, очерченные, понимаешь, чтобы к ним захотелось присоединяться. Но они же прописанные, они в православии прописанные, они являются общечеловеческими. Те же 10 заповедей, они вполне ясные и понятные. Вопрос только, даже если им следовать, то можно сразу же закрывать две вот этих маслов пирамиды, две нижних слоя. Это витальные потребности, социальные потребности, в том числе безопасность. Сейчас, Виктор, понимаешь, помимо православных наших ценностей, так их назовем, главенствующую роль пока, к сожалению, на мой взгляд, играют, условно назовем, западные ценности. А там главное что? Главное деньги. И вот это из наших 90-х, 2000-х, вот это вот пока превалирует. Вот нам надо не столько уничижать эти ценности, сколько предлагать свое, условно опять же назовем православное, да? То есть ментально вот это представить себе, и оно должно звучать громче, чем ценности денег. И тогда все будет. Но если государство не сможет обеспечить возврат, то есть то, что было в Советском Союзе, я тоже не призываю возвращаться к Советскому Союзу, но вернуть те ценности, которые были обеспечены, и механизмы, они были вполне правильно. На мой взгляд, государство это изо всех сил старается обеспечить. Ну, мне так кажется. Ну, вот если сейчас открыть телевизор, посмотреть, там много лабуды и всякого лишнего звучит. Но, как мне кажется, таких усилий от государства, возврате к нашим ценностям, как всю мою сознательную жизнь, а это, извините, 90-е годы и начало 2000-х, такого еще не было. И мне кажется, они как раз хотят что-то такое светлое сделать. У меня всегда государство, а вот государство это кто? Это конкретные люди, у них тоже есть определенное мировоззрение, определенные заблуждения и так далее. Почему мы говорим о том, что вот на точке сборки у нас в программе, у нас есть три уровня. Вот есть точка сборки мировоззрения, потом уже модель, как должны строиться отношения экономические внутри государства, потом уже большие проекты, как точка сборки, где все это собирается в конкретные большие, там, большая дорога или там освоение каких-то территорий по строительству новых городов. И вот очень важно, почему мы сейчас сегодня собрались поговорить о будущем, потому что будущее начинается с мировоззрения, с тех же, с мировоззрения. Будущее начинается сегодня, да. Да, оно начинается сегодня с того, о чем мы говорим, и как более качественно мы сформулируем это видение того, как оно может быть, оно может быть непротиворечивым, оно может быть работающим, причем затронув достаточно сложные, может быть, вопросы, вот касаемо цифры, надеюсь, мы сегодня поговорим, с точки зрения того, что цифру можно направить как в одну сторону, так и в другую. Это нейтральный инструмент. А вот как нам сделать так, чтобы под ценностью мировоззрения направить эти технологии, это развитие в светлое будущее. Не побоюсь этого слова, да, сегодня, может быть, оно не так актуально звучит, но на самом деле вот светлое будущее, я бы вот слово светлое обсуждал, что оно, а как оно может быть? Вот сказано, что не побоюсь сказать этого слова, потому что сейчас это звучит страшно, когда кто-то говорит, что будущее будет светлым, его немножко считают ненормальным, потому что весь Голливуд, все западное, нам как раз все, что о будущем, это все отрицательное. Апокалипсис, какие-то концы и так далее. Прежде всего, наверное, с чего надо начать, это убрать вот эти отрицательные картины будущего, дать вообще возможность себе подумать о том, что будущее будет светлым. И следующий шаг, какое светлое, что надо делать, что там конкретно светлое. А вот, Алексей, можете рассказать, ну, некие такие наброски, штрихи, вот, детально прорабатывали, как это будущее может быть вот понятным объяснением, понятным человеку через 50 лет, да, вот, некие такие штрихи можете набросать, если мы пойдем по положительному сценарию, вот как вы видите, чтобы нам было интересно послушать. Набросаю, набросаю. Есть одна центровая идея, когда я начал прорабатывать тему будущего, более профессиональные книги, это вырезал. В итоге все пришло к одной центровой идее, от которой вообще пляшет весь этот механизм. Я бы сказал слово прозрачности. Так как цифра, она за нами всегда следит, условно так будем говорить, да, но эта прозрачность, и она сейчас все больше и больше наступает, то есть мы все больше и больше становимся под рентгеном, то есть нас видят. Вот мы достаем телефон, и все, что мы там делаем, все велики. И в пользу кого-то рассчитывает и смотрит на наше общее поведение, да, вот, то есть мы становимся прозрачными. Надо пойти дальше. Прозрачными должны стать не только мы, простые пользователи, простые люди, но и они, в пользу которых эта прозрачность сейчас настаивается. Если прозрачность будет двусторонней, если мы перестанем бояться этой прозрачности, потому что у нас сейчас что главенствует? Тайна личной жизни. Закон такой, да, вот о тайне личной жизни, то есть мы имеем право хранить молчание, о себе ничего не говорить, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, ты попробуй о себе ничего не скажи, это тебе по камерам проверят, и по твоим действиям, что ты делаешь? Ты не скажешь, о тебе будут знать. И о тебе, вот, круг тех людей, о которых все знают, он заканчивается на каком-то уровне управления. Вот если пойти дальше и все уровни управления к этому подвести, то это и будет та самая цифрализация, которая будет работать на нас, на всех. То есть не может быть управления людьми в одну сторону. То есть вот кто-то там по-швабовски там, да, хочет, ну или как китайская модель соц. рейтинга, да, это же централизованная модель. То есть кто-то решил, там, группа лиц, что должно быть так, и мы всех под это подведем. Собственно говоря, так в частности живу до этого. Просто сейчас с цифровыми возможностями это еще более возможно. А если мы к децентрализации пойдем? Сейчас же ведь DeFi, вот эти все идеи распределенных баз данных, блокчейн опять же тот же самый, это же те самые технологии, которые есть, ростки вот тех самых основ будущего, который действительно может быть светлым. Если мы на блокчейн технологиях сделаем так, что мы в эти видеокамеры условно видим не только сами себя и своих соседей, но и тех, кто нами руководит сейчас, то это и есть тот самый ключ. Но это только основной штрих. Какие еще там сферы деятельности, как это все будет, я об этом подробно написал. То есть это такой мысленный эксперимент, а что будет, если будет прозрачность взаимная и что, если будет она равномерная, то есть прозрачность в обе стороны. Получилось, а вообще это возможно, есть ли смысл, Виктор, как вы думаете, вот такой эксперимент мысленного, вот прозрачность поставить в углову угла. Я бы дополнил, что это не только прозрачность, я бы немножко термин, скорее всего, использовался, который используется именно в IT-технологии, это открытость. Потому что когда на сегодняшний день эффект больших данных возникает в отношении человека, и они хранятся в различных информационных системах, а идет, по сути, конвергенция этих баз данных, то есть, по сути, в этих базах хранится информация о нас, и наши личные данные появляются там. Другой разговор о том, что да, они должны быть доступны, но при этом в том же законе персональных данных гарантируется о том, что я могу посмотреть в эту базу и знать, кто к ней обращался. Но на деле на сегодняшний день технологии не обеспечивают по тем или иным причинам. По каким, ну, не место сейчас обсуждения этого, наверное, надо доводить до кондиции вот именно этот механизм двухсторонний. ФЗ-152, а я в изначале был там, начиная там с 2004-го, в составе рабочих групп, которые занимались реализацией, подготовкой и принятием этого закона, он действительно хороший. Но другой вопрос, у нас, как в России, принято, что закон начинает работать спустя 10 лет. Поэтому при правильном подходе, при адекватном его отстраивании чиновников, потому что мы же доверяем свои данные туда, так будьте любезны, также доверенно относиться к этому. Поэтому сейчас вот идет эра, и мы в этом году на нашу конференцию в Италии, каждый год мы новую тему даем, мы в этом году говорим «доверенная информационная среда». То есть это гарантировано о том, что те технологии, которые есть старые, то есть которые к нам пришли, плюс то, что сейчас идет огромная волна, и государство вкладывает огромное количество денег для того, чтобы появилось и создано было нашими талантливыми ребятами новые технологии на наших платформах, чтобы мы эти платформы могли теперь только правильно использовать. Вопрос дальше – это использование. Ну как, нож можно использовать по-разному. Да, и вот здесь очень непростой вопрос, потому что такая очень сложная тема, с одной стороны, вот есть сейчас модная тема цифрового концлагеря, а есть цифровой свободы. Вот это очень тонкая грань, вот как нож, да, то есть его можно использовать и так, и так. И вот одна из позиций, как можно подойти к решению проблемы, это если создать технологию, сориентированную на то, чтобы цифровой след, он принадлежал больше самому человеку, чем нежели каким-то конкретным корпорациям, вот именно то, о чем вы говорите, что было правильное доверие, доверенная среда, которая позволила самим субъектам цифрового следа обладать доступ к этому цифровому следу и влиять на то, а кому эти данные предоставляются или хотя бы знать, кто к этим данным касался как-то. Тут можно добавить, что у нас просто эта часть, которая законом предусмотрена, она еще пока не запрограммирована в нормальном юзабилити, чтобы человек мог зайти куда-то там на простой сайт, нажать какие-то простые кнопочки и увидеть какие-то простые пути, как использовали твои данные, кто обращался и так далее. Ты можешь это сделать, пожалуйста, но ты должен быть программистом седьмого уровня, чтобы коды какие-то ввести и там что-то проверять. Надо просто допрограммировать это все. Это первый момент. И второй момент есть. Все юзают эту тему, извиняюсь за слово, использование именно западные, но это по сути лэнгвич своеобразный. Это уже нашли среды, да. И есть два момента сейчас. Все громко говорят, вине не говорит про цифровую грамотность и про кибергигиену. Так вот, как только она постигнет всех, и все будут знать, что надо чистить зубы, мыть руки. По-моему, ковид заставил всех мыть руки. А вот мыть цифровые руки до сих пор не научились. И как-то на одной из конференций в прошлом году кто-то из гос проводил, не буду говорить кто, и меня попросили рассказать про кибергигиену. Ну и там дискуссия со всех сторон, кто-то предлагает и прочее. А господа из гугла и прочее все, они вообще додумали до того, чтобы в принципе и тебе и кнопку не надо было нажимать. Достаточно просто тебе поговорить, и в фоновом режиме работает микрофон, который тут же тебя определяет о том, что тебе интересны вот такие-то моменты. Ты заходишь в браузер, и тебе говорят, товарищ, пожалуйста, вы интересовались в фон? Ну то есть вот оно правильно все, да? То есть оно приближает нам, с одной стороны, к будущему, когда будет происходить замена тех каких-то рутинных вещей. Но вопрос только о том, чтобы здесь в рамках противостояний различных спецслужб не происходило использование в тех целях, которые стоят. Ну и то, что сейчас горячая пора, я надеюсь, мы сегодня не будем обсуждать, потому что это в том числе связано именно с точки зрения противостояния, не знаю, культур, наций, еще каких-то ценностей. Очень хотелось бы сегодня от этого уйти и поговорить о том, что вот в основе сегодняшнего кризиса лежит проблема сложности, когда огромный номенклатурный ряд, из чего потребитель выбирает, вынужден выбирать. И на это тратится огромное количество времени. Оно тратится не на то, чтобы идти по пирамиде Маслова, к самореализации, а часть к выбору. И вот то, что Google предлагает в позитивном ключе, он по сути экономит время, когда он за счет, понимая контекст, в котором живет человек, предлагает, позволяет ему сузить выбор, чтобы он сэкономил время. Он убирает рутину, которую приходилось делать только для того, чтобы можно было прогрессивно развиваться. Это здорово. Может быть, все технологии, все приложения будут выполнять такую роль для того, чтобы мы могли находить адресные книги, адресную информацию. А если он чуть-чуть подкручивает, ну, здесь система антимонопольного законодательства, тут механизм включается. Потому что тот же Google, он же поисковик. И сколько раз уже с Google судились разные государства за то, что он выдает в поисковике какие-то другие сервисы Google, чтобы, опять же, не слезать с Google. Понимаете, альтернативы должны. Ну, вот это вопрос как раз социально-экономической модели. Открытости. Открытости как один из принципов, да? И я так понимаю, что вот, Алексей, у вас в книге, что если эта открытость побеждает, какое будущее тогда возможно? А это будет будущее, которое даже сейчас описать сложно. То есть, это надо погрузиться в тему, чтобы понять, какое оно будет. Но если в двух чертах, то основные базовые вещи, к которым мы все привыкли, это войны, это таможня, документы, решетки на окнах, замки на подъездных дверях, да, вот это все отпадет. Это будет не нужно. И тогда какие будут отношения между людьми? Вот как люди, ну вот, вообще-то здоровый альтруизм, когда в обществе он превалирует над эгоизмом, да, общество более считается здоровым, в нем комфортнее всем жить. То самое светлое будущее, к которому коммунизм нас звал. Да. Колхоз, когда все общее, да? Ну, нет, это дело не в том, что когда все общество, а просто когда доля вот альтруизма, когда люди друг другу помогают чаще, то есть, когда люди друг другу о друге думают. Необособленность? Да, необособленность, когда вот… Ну, то есть, мы возвращаемся к ценностям, то, что сейчас ты говоришь, это называется коллективизм. Общенность. И ответственность. А я назвал общинизм. Ответственность за, не только за себя, но за тех людей, которые рядом находятся. И когда в человеке присутствует не накопительная часть, а созидательная часть, вот та культура, которая пришла, она хороша или плохо, не важно, но она идет в сторону накопительства. Накопительства, приобретения. Да, и обособленности, то есть, мы в нынешней модели школьной формируем эгоцентрические фоставляющие, а не коллективные. А эгоцентризм, ну, то есть, там, не буду говорить, там, психолог много-много там есть позитивного, но при этом негативные есть вещи. Вот у меня… И вот вопрос все-таки, как бы, вот здесь альтруистически направленный на созидательную часть, то есть, когда ты не только для себя делаешь, но и для других полезное. То есть, когда ты что-то сделал, этим пользуются все. Ну, то есть, я могу много примеров приводить таких. Это вот микрофоны, компьютеры, мы же сами не смогли бы это сделать. Конечно, даже возможность то, что мы сейчас интернет используем именно для благих целей, для того, чтобы нашу позицию сообщить всем. Это коллективное благо. Да, вот это, это коллективное, это созидательная составляющая. То есть, это призыв думать правильно, созидательно, позитивно. Ну, вот так. Внимание человека сейчас, пока, ну, скажем, скажу так, в западной культуре, к которой мы принадлежим и считаем себя принадлежными по большей части, оно не направлено в сторону коллективного, оно как раз в частной собственности, обособленности и так далее. Если просто точку сборки поменять, да, когда человек, любой, будет понимать, что он частичка вот в этом муравейнике, что он в социальной среде какой-то винтик, ключик, да, вот. Вот, просто это имеет и негативные коннотации вот это выражение, потому что винтик там в сталинской социалистической среде, да, это можно быть даже как отрицательно выражение применить, но это и положительные коннотации тоже, потому что ты часть социокультуры, ты часть общей сферы, неосферы, ноосферы, понимаешь, вот если люди наши будут воспитываться, ну, не наши всего мира, да, будут воспитываться с детства именно с этих позиций, понимая, что они часть общей сферы, да, и каждый занимает свое место, которое ему положено. И, кстати, когда мир будет открытым, люди не будут занимать чужие места, потому что искусственный интеллект будет просчитывать, исходя из открытости, его расположенность, его интересы, и будет ставить его и предлагать ему те места, которые ему больше свойственны. Тогда будет больше гармонии в мире. И надо тогда понимать, что он будет предлагать вариант выбора, но просто которым больше свойственны, то есть свобода никуда не денется, она останется. просто ты будешь понимать, что ну куда ты лезешь там в руководителя чего-то или там в какую-то профессию, которая тебе не свойственна, искусственный интеллект тебе выдаст если мы так сделаем рекомендации, которые по сердцу просто ближе, ты будешь понимать ну правда действительно, мне это как-то интересно Алексей, по-моему вы сейчас какую-то крамульную вещь важную сказали которая касаемо вас, я уж извиняюсь что так перефразировал то есть мы, получается, что с помощью искусственного интеллекта и высоких технологий мы и придем в сторону тех самых коммунистических призывов от каждого по возможности, к каждому по потребности потому что искусственный интеллект можно запрограммировать как угодно, он сам по себе не программируется наша задача именно так сделать в наше советское время не было искусственного интеллекта, интернета у нас была партия, которая определяла это было централизованное управление а вот здесь мы можем сделать роевое управление более децентрализованное и более того настроить так один просто пример мы сейчас привыкли что у нас выборы вот они на носу в каждой стране выборы раз в 4 года, в 5 лет, в 7 лет не вижу не вижу надо настроиться в марте уже у нас выборы а вот в будущем я бы даже сказал лет через 20 у нас не будет выборов вот в том виде, в котором сейчас потому что в принципе политика живет от выборов к выборам победили, а там уже популизм сдержал обещание или нет главное меня избрали а если у нас выборы будут перманентными представьте себе то есть у нас будут вместо выборов я это назвал рейтинг то есть каждую секунду каждый день скажем так будут собираться данные из открытых источников исходя из которых понятно как политик себя ведет на этом месте это будет открыто и там будет знаете такая красная шкала то есть сначала она зеленая потом спускается спускается его рейтинг до красного уровня и вот на красном уровне уже предлагаются другие политики на это место у которых на самом деле эта шкала была бы зеленая то есть мы эти выборы будем делать просто постоянно то есть китайский рейтинговая система искусственный интеллект российские технологии и наши специалисты и православные принципы и получаем позитивный отбор да вот мы жалуемся что у нас был отрицательный кадровый отбор часто а тут ну как появляются технические возможности если правильно поставить задачу положительный технический положительный отбор вот а еще о чем хотел бы сказать да вот мы говорим о коллективизме на самом деле это очень важно когда мы говорим об образовании потому что я видел как учатся дети и если ребенок учится индивидуально это вот одни плюсы да он там вроде бы ответственность и так далее но если дети учатся коллективно они как бы переопыляют друг друга и вот я видел как они гораздо быстрее осваивают более сложные навыки то есть домашнее образование с репетиторами это одно да да и второе это когда в классе да вот обязательно ну то есть разные есть подходы а у нас есть стремятся получать высшее образование соответственно у нас количество институтов выросло конкуренция выросла и соответственно вот этот способ перехода от ЕГЭ ты сдал ЕГЭ и соответственно ты то сто процентов поступишь в ВУЗ куда-то ну вот ценность высшего образования она деградировала настолько что просто вот плюс я уж не говорю о том что там какие-то проблемы сложности есть хотелось бы все-таки вот если мы говорим о будущем и о том чтобы у нас детки которые приходят а детки приходят у нас талантливо они гораздо умней чтобы у них не огрубление данных были вот так скажем а развитие наоборот создавались возможности как можно больше что там сейчас появляются всякие мэши различные там олимпиады но когда ты смотришь сущностную историю что там происходит с одной стороны это большое развитие доступ к этим данным с другой стороны отсутствие рядом экспертов которые могли бы сопровождать их и показывать ценность и разнообразие то есть вот это происходит огрубление датчика так называется вот не тонкую настройку выполнять в отношении каждого ребенка индивидуальное развитие и давать возможность ему а массовое какое-то ну тебе как бы не надо не вылази вот эти ЕГЭ сдавай и все ЕГЭ как показала на сегодняшний день вот обратная связь я много работаю с детьми и вижу что они перестали думать они не умеют они не умеют думать потому что они выполняют такую своеобразную роль собаки Павлова то есть ты тест заполнил все нормально все хорошо там 3-4 раза прошел и все и вот поэтому важно наверное все-таки вот этот индивидуальный подход формировать с одной стороны коллективизм но с другой стороны чем сильнее ребята тем он более так скажем акцентирован на тех своих возможностях и развитие с возможностями но в коллективе и вот это будет давать как бы ту самую синергию и развитие ну прям интенсивное развитие ну поверьте мне я просто работаю с ними я работаю с талантливыми ребятами и я вижу как это происходит мы создаем те самые условия да лабораторные но это лабораторные не просто лабораторные условия они реальны ну то есть нужно индивидуальный подход определять интересы наклонности детей их объединять вместе с похожими интересами с похожими не с одинаковыми чтобы они дополняли друг другу то есть вот этот баланс да который синергию синергию который нам нужно вот найти тонкую грайба тут вот не могу не добавить еще одну детальку мозаику я как отец шестерых детей тоже наблюдаю процессы все эти я скажу что к вопросу учить учиться детей надо научить учиться если раньше знания долго оставались актуальными токарем тебя учат слесарем и так далее то сейчас настолько быстро благодаря опять же той самой цифровизации поколения меняются и программирование и все такого что когда ты пришел в вуз а тебя там учит преподаватель который на 40 лет тебя старше он настолько прошлому тебя учит и это и в школах тоже вот я просто наблюдаю за своими они в ютюб залезут они все уже давно изучат по теме которые тебе задали и неохота идут в школу потому что думают но они вслух это еще не произносят в силу своего возраста как бы еще это неосознанно но они думают чего нас там научат я вот сейчас на ютюб залезу и все увижу вот такая история то есть дети наши уже получают информацию из открытых источников в гораздо большем объеме чем ее дают в школе ну тут есть маленькая секундочку и отведали у него проблемы берут они ее как мусор как пылесос все всасывает понимаете вот почему научиться учить научить учиться потому что ребенка надо научить из мусора кристаллики находить песок вымывать песчинки пусть останутся а золото чтобы там оставалось вот этому на эти акценты надо сместить образование потому что ну чтобы ребенок сейчас пошел с интересом школу он не пойдет слушать про прошлое потому что у него в ютюбе гораздо больше настоящего и будущего понимаете и вот здесь вот подготовка вообще принципов преподавания это на первом месте ну тут есть маленькая проблема которую я хотел как раз задеть о том что ютуб это хорошо открытый интернет хорошо мусорка это хорошо разнообразие взглядов хорошо но дело в том что учитывая что все-таки ситуация хоть мы и говорили что сегодня не будем говорить про это но тем не менее надо отметить о том что целью наши дети является целью западных спецслужб поэтому идет размывание этого образовательной части понимая о том что дети у нас пользуются интернетом поэтому и википедию переписывают добавляют и разбавляют для адресной аудитории предлагая вместо качественного контента размытый контент а вот научить как раз как в человеке бульваре капуцином о том как правильно подобрать правильную информацию взять ее и в конце концов прийти к педагогу и получить ту правильную обратную связь о том что а это хорошо или это плохо и вот было бы здорово чтобы в школах появлялись такие педагоги которые тоже умеют это знать и в том числе соотносить те самые знания с теми ценностями о которых мы говорим то есть базовые ценности нашего российского русского народа я не говорю про государственную составляющую а про те традиции русские которые были существовали на которые на сегодняшний день весь мир ориентируется но это правда вот здесь очень ну я услышал два момента аспекта очень интересных первое это вообще доверие к тем данным к той информации которую ребенок может сам найти то есть это вот первая проблема которую ну как нам нужно подойти технически к ее решению потому что я знаю что те базовые технологии которые сегодня работают они ну помимо там сложных проблем противопостояния которые вот за рамками сегодняшнего эфира они сами по себе формировались тогда когда требования жизни были совсем другие и там была академическая среда там было не больше миллиона компьютеров когда появились стандарты форматы и так далее сегодня жизнь другая и другие требования жизни выдвигает и вот здесь вот наверное нужно будет как-то сегодня поговорить о том а как мы можем подойти к формированию новой среды в том числе цифровой новых подходов новых стандартов как к этому хотя бы наметить пути как можно к этому практически подойти какие шаги необходимы чтобы мы вышли на доверенную цифровую среду это один момент второй момент это когда цифровая среда нам помогает и в том числе специально подготовленные педагоги которые получают какую-то обратную связь от учеников может быть там что-то что они смотрят да как какая-то статистика какая-то аналитика из того чтобы им подготовиться и ну как-то вот точно дать обратную связь вот вот лучше это посмотри или вот ну если тебе это интересно там вот можешь вот здесь почитать да вот какие-то такие вещи вот мне кажется об этом стоит наверное сегодня поговорить лет 10 назад мне спросили как ты видишь вообще там цифровое там российское я говорю как только вот то что появилось сейчас госуслуги и те самые как раз электронные подписи когда все будут ходить через госуслуги то у нас все маркетплейсы особенно вот все левые они уйдут никуда то есть они уйдут в какую-то желтую зону может быть тот же самый даркнет потому что все пользователи верифицированы конечно да и это будет позволять тебе первых ты пришел ты знал там будут знать о том что да ты пришел в президентскую библиотеку что ты почитал взял и самое главное что оно будет помечено о том что да этот материал авторизован там сообществом и рекомендован для прочтения это не значит что ты не можешь пойти прочитать альтернативную ради бога но дальше возникает вопрос только о том как сейчас раньше существовало и до сих пор существует некие педагоги требуют до сих пор от тебя записи твоих лекций так или иначе ну как бы наверное это глупо но тем не менее оно существует пока это еще осталось а вот когда он собственно говоря там почитал посмотрел да и он садится на экзамен будущего так посмотрим что ты почитал в нашей библиотеке ну то есть там по таймингу по материалам которые ты ознакомься а вот еще альтернативное ты еще и на английском почитал ага ну давай мы с тобой заденем какие-то вопросы ну и тогда экзамен будет проще происходить вот этого дребезг дреблинга не будет вы сейчас рассказали это уже не ЕГ конечно преподавателю когда приходит к нему ученик на экзамен ему уже цифровое досье все о нем где он был и есть о чем поговорить конечно не галочки поставить а поговорить ну то есть формально неформальная сторона будет выполняться а будет как раз разговор с ребенком о его векторе и думании о том что ага вот ты вот почитал а какие твои выводы там от того же там Пьера Безухова как у тебя впечатление что он там такого интересного устворил а вот эту главу ты три раза перечитал что ты там нашел ну вот мне кажется вот такой механизм он будет правильный то есть даже вот сейчас мы можем нашим зрителям порекомендовать обратиться в библиотеку с верифицированной информацией и своих детей приучить к тому что вместо википедии есть гораздо более достоверный ресурс в котором выверено все научно целостно и там действительно есть информация Александр главное чтобы это не было скучно если мы говорим о детей а вот а вот это уже следующий а это первоисточники я могу рассказать про то как мы проводили наш квест-турнир просвещенный битве за Москву хорошая молодежь думающая молодежь но вот надо перестать им вот этот мусор давать который непонятен когда выхолощенные знания которые на сегодняшний день доводятся там есть определенные как бы если посмотреть в ретроспективе есть что-то позитивное но в большей степени как бы хотелось бы вернуться к источникам тех самых знаний которые то есть вот там есть сейчас направление там сталинские учебники на таганке продают может быть все-таки вернуться пересмотреть те качественные знания и вернуть их в обратную историю и учебники да то есть вернуть старые старые подходы когда ну вот я помню когда даже я учился вот мы все учились сами и вот если приглашать к себе репетитор но это было как-то уже не совсем удобно и совсем комфортно а сегодня система настроена так что если ты репетитор к себе не приглашаешь что очень сложно раньше было если ты не сдашь репетитором то ты изгой а теперь наоборот ты изгой если ты не без репетитор ну вот это да а ведь именно ну количество времени не изменилось на подготовку даже увеличилось а база собственно тогда была во многом даже лучше и вот сейчас вот иногда такое мнение случается что мы по сравнению с теми кто тогда учился не учат тот объем знаний который без всяких компьютеров без всяких вычислений такие инженерные сооружения просчитывали это же причем заметьте вот мы сейчас не говорим о том что надо убрать какие-то знания то есть мы не говорим о том что мусорка ее там надо вычистить мы говорим о верификации да то есть когда на каждом знании будет стоять галочка там верно-неверно там для такого возраста для такого вот сейчас книги выходим там 16 плюс 12 плюс аврора это какого возраста 12 плюс да то есть вот есть некая вот верификация и ты можешь знакомиться чем угодно но тут ты будешь знать что может быть это фейк здесь нет никакой верификации да а здесь ты будешь начать точно достоверный какой там документ и когда доставлен документу есть еще один аспект потому что вот дети очень хороший пример 41 год прикоснулись к тому а как мысли главнокомандующие как герои вот реальный герой не не выдуманные не как скажем не мультяшные а вот реальные герои как они себя вели как они себя ощущали как они об этом писали да вот как можно прикоснуться они могут ощутить на себе вот те качества то мышление которые могут на себе примерить почувствовать еще мне понравилась методика проведения кубка сетев которая кубок сетев россии 20-23 читал об этом и там очень интересная легенда что легенда касалась аж события 2196 196 года когда там планета метро висим вот там происходит определенные события и вот это задание планки времени что когда-то далеко за пределами нашей жизни да но ребят все равно на мой взгляд толкает на осмысление нечто такого далекого и вот сегодняшние проблемы по-другому смотрятся интересно вот как вот ребята и почувствовали разницу вот ребята то после соревнования ну я не брал у них интервью не собирали именно вот в этом контексте но могу сказать что безусловно то есть закладываются определенные педагогические направленности здесь точки зрения воспитания и патриотизма в отношении страны в отношении ответственности за то что происходит на земле а сегодняшний день как бы особенно сфера эти технологий она что означает что ты должен постоянно обучаться и когда по летней школе у нас мальчишки приходят я говорю поднимите руку кто выбрал свою вот айти профессию и будет в ней здесь здорово я говорю как вы считаете что ваше образование на этом закончилось как только вы закончите ну да скорее бы это все закончилось игру забудьте то есть то что вы выбрали профессии получили еще и в вузам это говорит о том что вы теперь будете пока вы войти вы будете читься всегда каждый день самое главное самообразование это основное базовое ваше потому что занимаясь самообразованием вы будете расти как профессионал стоит вам остановиться на секунду вы будете как специалист мир надо обрести привычку самообразование ну вот я до сих пор вынужден мне уже 60 я думаю за молодежи тянутся только для того чтобы успевать быть в курсе всех дел я понимаю что как только я хотя бы отпуск возьму на полгода можно уходить на пенсии виктор а как вы считаете вот молодежь наш молодежь да вот в нашей культуре насколько у нас есть шанс стать ведущей технологической державы да вот все же идет оттуда от системы образования с тем подготовки от постоянной переподготовки вообще наши шансы вот на той базе еще сталинской да то есть у нас же есть основания хотеть стать но определенным лидером эти вот два 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 фактора назову а дальше можно думать и в том числе делать выводы что пошло не так и где произошла подмена первых начиная со сталинских времен и по сей день мы до сих пор являемся ядерной державой раз это достижение в области физики математики сто процентов мы до сих пор являемся космической державой это математика физика металлургии понятно далее мы до сих пор являемся криптографической державой которая с помощью криптографии защищает все то что я перечислил выше следующие уже четко показано последние два года наш президент сделают мы вернулись достижением тринадцатого года то есть мы являемся зерновой державой мы кормим мир уважаемые коллеги вопрос что у нас во дворе не так что нужно сделать так чтобы мы остальные отрасли дотянули в том числе мы стали компьютерной державой да вот это как раз очень интересный вопрос потому что мы с коллегами когда изучали вопрос о техническом долгии глобальных базовых технологий кто из держав вообще где можно об этом говорить практически чтобы это реализовать у нас оказывается на после такого анализа всего три страны где об этом можно говорить серьезные соединенные штаты это китай и это наша россия и причем если посмотреть более детально в соединенных штатах все таки очень большая завязка на существующей технологии они себе вряд ли позволит то что риски тронуть базовый уровень для них он слишком велики это будет очень тяжело для них организационно к этому подойти в китае они видно что хотят вкладывают огромное в это деньги с одной стороны с другой стороны вот не нет определенных традиций школах недостаточно в частности в криптографии они к сожалению у них компетенции насколько я там знают несколько назад не было не знаю как сейчас там такая специфическая область а у нас есть все возможности чтобы предложить меру свои новые базовые технологии мы их можем создать потому что еще школы есть молодежь есть которая вот она развивается и вот отрадно слышать что есть такие мероприятия где это молодежь не просто развивается она заряжается она учится работать в командах она получает культуру на базе которой всегда можно создать но любого уровня сложности технологии мирового класса я забыл еще отметить неоправданно обошел стороной мы до сих пор являемся еще морской державы и в гражданском и военном назначении мы до сих пор конкурируем на рынке с другими словами у нас есть вся база вот переосмыслить надо просто опыта организационных шатаний в которые мы попали последние годы там связаны там с непониманием может быть финансовых каких-то экономических механизмов которые делают нас отчасти крипт колонии то есть скрытый механизм нас эксплуатирует если мы это преодолеем с помощью разных механизмов то у нас есть все основания вновь обрести ну проявить себя даже не обрести мы это не теряли до конца до проявить себя как страна лидеров по многим технологически надо все-таки мистера блэк надо как-то попросить уйти просто и мистер вайт пусть придет мне кажется мы в силах просто это сделано создать условия чтобы мистер блэк ушел сам ну вот мы здесь на в роли как раз вот сегодня наша передача это один из элементов мистер white поставлен специально в такой постановке давайте мы посмотрим вот из будущего да вот там через 50 лет а как вот она может быть такой светлый просто немножко начал читать признаюсь не всю книжку прочитал вот алексею если еще можете вот несколько штрихов нам накинуть как это она будущее может быть когда технологии сработали когда маргар организационно все-таки нашли механизмы положительного отбора кадрового управления и так далее как на бытовом уровне будет выглядеть будущее через пятьдесят лет вот на бытовом уровне мы идем по тротуару и нам навстречу идут люди и вы же наверняка по телевизору смотрели как китае камера видит идущих навстречу людей она определяет там и тепловизори всякое есть и лица определяют сразу определяется так это тест на ковид прошел этот не прошел но это очень упрощенном виде да ну когда через 50 лет мы будем идти у нас не будет с собой телефонов это пережиток прошлого будем вообще думать что это древнее изобретение у нас телефона будут в линзах процессор у нас будут в ушах у нас и сейчас наушники только процессор будут такие размером что они уже смогут поместиться там ну еще какой-какой у нас будет оборудование проще в книжке об этом прочитать суть такая что руки у нас будут свободные портфели нам с собой таскать не надо будет потому что из бумаги все уйдет давно цифровые подписи и все такое то есть мы будем ходить просто в одежде без всяких дополнительных приспособлений вся компьютерность у нас будет в линзах и в ушах и фактически мы будем видеть при желании как кнопочку нажмешь вот все те самые цифровые пометочки которые мы сейчас видим которые видят камеры или помните фильм там терминатор да это еще много лет назад арнольд шварценеггер шел и у него там как раз расстояние до объекта до показывается это такая пугающая немножечко но это просто а что это даст в плане допустим отношения доверия между людьми то есть вот представь почему это будет сверху по тротуару да и вот навстречу вам идет незнакомый вам человек вы его первый раз видеть но вы не можем все знаете вот насколько это изменит вообще мировоззрение это же ведь полностью перевернет вообще все представления во всем причем он может это скрыть нажать кнопочку чтобы вы о нем ничего не знали но вы будете знать что нажал эту кнопочку значит ему есть еще скрывать или у нее такая психологическая расположенность как бы вот к закрытию я не думаю что у нас будет цифровое рабство я не думаю что мы с вами хотим так запрограммировать ну есть люди которые хотят так сделать да но нам в эту сторону не стоит двигаться то же самое что мы говорили что мы не говорим о том что какая-то информация будет убран она будет просто помечена фейковая она или нет точно так же если мы не можем человека заставить скрыть себе данные или открытия спида но если он скрыл данные мы все будут значил он скрыл данные значит ему есть чего скрывать и будет будет настолько все перевернется что будет не модно скрывать вот сейчас у нас модно наоборот все скрывать на тайной личной жизни хранить молчание модно ну и дальше изменять врать и так далее то есть мы не захоронять цвей сексуальной ориентации то есть мы не доверяем другим людям что они эта информация могут воспользоваться нам во вред у нас такой паттерн поведения мы скрываем потому что мы боимся что знаниями о нас воспользоваться против нас а вот как эта проблема будет решена времена к одиночек прошли еще с время коллектива если ты в коллективе умеешь работать соответственно там твоя идентичность собственности особенность она будет только ярко выражаться поэтому пришли времена больших команд профессионалов и уж вот именно те когда люди привыкли занимать не свое место когда кумовство взяточность вот это все в органах власти до сих пор еще и в футболе у нас если бы у нас футболиком на посту не было бы наверно номер один были бы в мире это правда куда деться от и старшина вы были бы наши и все а сейчас что там ты просто так туда не попадешь но первое первое что является толчком к этим новым паттерном поведением нового привычка это та самая открытость вот правильно вы меня поправили прозрачность это когда тебе все знают открытость когда я сам открыт когда я говорю пожалуйста я прозрачен смотрю на меня не ничего скрывать за мнение скрывать вот а вот эти уходы от налогов какие-то кривотки криводушия да вот это все кривда как таковая она пока у нас как бы считается нормой это воспитать но еще то есть один момент такой вот связанные как бы вот с теми с образовательными технологиями с этическими технологиями с воспитательными технологиями нет это задают вопрос учитывая что специалист в сфере информационной безопасности какая должна быть информационной системы какая самая защищенная информационная система самое защищенное открытая систему которая есть просто системы который позволяет просто фиксировать кто куда чего пошел зачем взял там даже не надо и еще определять потому что человек если пошел в информационной системе туда куда ему не положено как бы ну системы сразу повестит службу безопасности что там вот такой товарищ пошел туда от него не с его заботой связанных соответственно мы справились просят там начальник что туда ходил и вынужден будешь ответить так как есть конечно почему-то ну то есть соответственно нужно более терпимый более этичную культуру чтобы доверять вот задающим вопросы то есть они тоже становится прозрачно дальше возникает вопрос о созданности ты не будешь брать того чего тебе не надо брать да ты встанешь на свое место у нас появляется больше обратной связи и людям становится проще сориентироваться сегодня основная проблема именно управляющих в том что очень сложно прочитать последствия собственных принимаемых решений мир стал настолько сложным что если не можешь просчитывать последствия решения как-то можешь нести ответственность не хватает инструментов мы когда говорим цели на канал ведут его необходимости внедрения кибернетики но как раз нужно для того чтобы у нас появилась обратная связь из будущего чтобы мы могли просчитывать последствия решения могли согласовывать их между различными компаниями производительными людьми и тогда у нас появляется возможность если реально нести ответственность они изображают что мы и несём и в этом случае но тогда более ответственно людям могут подняться выше управления ну тут задел бы еще среднюющее вопрос о том что как только возникнет вот это вот созидательная составляющая и вектор целеполагания поменяется на сегодняшний день вектор целеполагания он все-таки основывается на получении прибавочной стоимости превышающих все нормы нормы поведения нормы этики спекуляться во главе угла ну да и ну хорошо я пытался красиво сказать но люди просто прячутся от этой сложности за простым решением вот если это деньги мне приносит значит наверное что-то делаю правильно потому что нет инструментов как с этой сложности справляться они ориентируются на день критерий есть миллионер значит ты прав вот как бы и все критерии да но именно это и именно это создают базис сегодняшнего кризиса потому что это приводит к нас диспорт отсутствие пропорции в развитиях и это создает но в рано или поздно по закону стоимости эта система будет сломана до балансировки нет когда нет созидательной составляющей а что такое когда даже как бы да твоя прибавочная стоимость она формирует созидательную составляющую то есть ты занимаешься строительством ты занимаешься развитием завода этот завод не знаю там делает какие-то позитивные вещи да и в том формате именно как бы открытости вот этой полной будет совсем все по-другому происходить и налоги будут платиться тогда государство не будет взвинчивать эти налоги до 50 процентов бешеные которые для того чтобы там все платили честно и понимали осознанно понимали о том что да это нужно для государства и распределение тогда этих заработанных денег на пенсионеров будут не будут рассматриваться эти минимальные зарплаты там оброты подниматься пенсионеры в регионах будут считать эти копейки для того чтобы не умереть но вот сейчас очень сложно иногда найти себе место в нишу если ты предприниматель тебе хочешь что-то создавать очень сложно найти то что будет рентабельным даже банального просто где заработать можно потратить кучу времени усилий еще вы должен остаться это частая история потому что сложно очень нет системы координации как только она появится тем координации у нас появится и рост экономики вот мы просто анализировать тоже сталинский опыт так далее то есть 15 процентов в год рост экономики это возможно с такими подходами когда у нас многие проблемы как когда которые сегодня из-за нехватки из-за страха что завтра не на что будет жить и вот эти страхи они уйдут потому что мы все будут понимать что это что каждый себя основа пирамиды масла безусловно базовый доход или возможность ты можешь всегда найти себя чтобы по труду получить необходимый уровень из мы занимаем уже экономику если мы повысим еще раз говорю внутри валовый продукт не только внешне но внутри мы то есть когда все таки будет на потребителя работайте у нас государство вынуждено конечно всегда защищаться поэтому у нас военное производство на первом месте стоял а внутреннее потребительское то есть она оставалась где-то там это этим и советский союз страдал как бы и на нынешнее время и там правда на сегодняшний день у нас на прилавках есть все даже когда у нас закрыли вот так со всех сторон обложили всякими у нас народ проснулся вы слушали оказывается сыр могу поставлять сыр и не хуже чем французские прилавки остались такие же полные и все проблемы было тогда отключили цены равновесия у нас не было обратной связи нас не было тут обратно снять кибернетически чтобы она стыковалась с тем что делать и вот мы потеряв это из потеряв открытой связи с этим она же не просто мы отключили цены обратной связи мы еще культуру закрытости сформировали да то есть культура двойных стандартов она разрушила страну двойных стандартов она сохранилась к сожалению от советского союза последних там наверно начиная с хрущева вот и сформировалась до после сталинские времена там сформировалась вот эта двойная психология не будем сейчас обсуждать причины их но она вот есть она я вижу до сих пор во многих людях она существует и когда человек разговариваешь почему ты так это делаешь ну вот я говорю так уж прошло это живешь наше время полностью переворачивает все паттерны поведения все открытый страз и второе что каждый человек может относительно доступно найти себе возможность своей работы удовлетворить базовой потребности и дойти до самореализации потому что сегодня вот мы живем часто в страхе вот что будет завтра смогу заплатить кредиты за ипотеку там и так далее то есть ну вот там и это не потому что ну какие-то там сложные просто плохие вещи просто потому что вот нет информации очень сложно найти мы возвращаемся александр там и позиция о том что если государство на себя возьмем так советском союзе закрытие трех платформ пирамиды маслоу то есть это витальные потребности это безопасность это социальные гарантии то что записано у нас конституции это бесплатно образование бесплатная медицина я же не буду сейчас цифры приводить жанра милое лицо они полиция ну то есть когда вот мы вернемся к тем ценностям и тем государственным институтом который должна выполнять эту функцию то все будет поменяться доверие государству будет другое постановки задач сегодня нет вот этих правильных критериев они не звучат очень слабенько иногда вообще не звучат на уровне правительства и надо обращать внимание на эти подходы кратерия же общество людское уже давно пришло к этому нам просто чтобы произвести тоже пришло цифровые распределенные системы баз данных вообще не технологии дефай технологии в эту сторону смотреть потому что они открытые это технологии будущего они не просто так пришли и они позволяют в том числе как бы убрать атовизмы старого мира они гораздо уменьшить государственный аппарат в том числе вот это огромная бюрократическая на каждом этапе можно поставить за коручку или не поставить за коручку тому или иному человеку а значит возможность взятки появляется да вот это все авто и самый главный вопрос чем мы судьи это в том чем распределенный реестр там и госуслуги если их совместить вместе там ведь вопрос возникает в том числе на базовые основы финансовые системы потому что фиат как таковой вообще уйдет его не будет вспомнить пропагандистский фильм пятый элемент там же денег не было вообще то есть это вот растана что-то деньги прослонил и все они тебя со счета ушли но циферки есть а денег ну ну да то есть как бы вот эта фиатная система поддержка фиатной системы она стоит очень дорого просто никто никогда не думал я касался этой темы работал с ней могу сказать что вот на сегодняшний день вот технологии блокчейна которые придут но это будет круто реально то есть это такие высвобождение таких финансов и ресурсов на совершенно другие технологии и самое главное что не надо будет разращивать увеличить аппарат государственных что то что мы анализировали мало кто об этом задумывается электричество но за счет развития разделения труда у нас появляется обратная задача соединения труда в конечный продукт и там резко растет сложность информационных задач и в том числе государственных и то что мы наблюдаем что у нас растет аппарат по сравненном советским временем она отчасти существенно часть носят объективный характер потому что задачами уже но именно как все вы сложность возникает другой вопрос что здесь до с одной стороны у нас эти технологии как бы как это автоматизация бизнес-процессов она должна высвобождать людей а она наоборот увеличивает почему потому что у нас до сих пор еще бегает двойной документы оборот то есть мы еще до сих пор печатаем бумажку и до сих пор и одновременно электронный документ вот это вот вот эти все вещи учителей и врачей это ужас катастрофа а еще есть такое понятие лоскутной автоматизации когда у нас в разных системах разные стандарты и обмен данным между ними иногда вручную происходит у нас скорость внутри платформа на цифровая а на стыке у нас человеческое почему здесь сказать что здесь на самом деле в россии она в позитивном аспекте наработал очень хороший опыт учитывая что в разных субъектах на государственной системы были на сделаны на разных платформах был накоплен достаточно хороший опыт разноплатформенности и в том числе вот сейчас нарабатывается я знаю что там там целая среди айтишников так скажем руководителей там регионов айтишник вот возникли различные видения как это все объединить чтобы она работала в яге в единой шине и это позитивные моменты когда они так умеют мыслить поэтому можно сказать что с одной стороны лоскутность другой стороны это наработанность с точки зрения видения как можно сделать по-другому то есть получается что делать процесс диалектики идет и вот постановку задачи разрешения лоскутности автоматизации она уже сегодня где-то вот моя часа всем рядом и возможно скоро мы получим все-таки другую постановку задачи когда мы в том числе гостех попытка такая же невозможно наоборот уже точно потому что россия ну вот я во многих странах пожил и поездил на передовой то есть такой положительный цифровизации как у нас я не знаю нигде не идут но много факт что эмираты возьмем что америка то есть все это отстало прошлый век дома строят да а вот что касается сервисов прошлый век вот у нас такие сервисы прикладные замечательно что же будет если мы все-таки поставим задачи поставить еще и системные задачи чтобы вопросы безопасности убрать из рассмотрения прикладных разработчиков по максимуму чтобы эти вещи но упаковать на на уровне базовых стандартов то есть базу управляющих систем сейчас есть такое направление безопасный софт ну или как-то security by design то есть создание безопасного кода собственно говоря на чем кормится или как сказать тренируются наши ребята те самые белые хакеры это как раз на ошибках других программистов на безграмотности на безалаберность когда этот процесс может автом можно будет автоматизировать том числе и с использованием искусственного интеллекта который будет отслеживать эти баги человек все равно имеет право на какую-то ошибку и прочее все но это все равно профессионализм тем более что те самые искусственные интеллекта которые будут по твоему заданию генерить различного рода коды то есть это уже будет самый высокий уровень языка программирования когда ты будешь ставить искусственную интеллекту задачу что нужно сделать то есть голосовым образом да то есть или голосовым или еще каким-то образом то есть ты будешь формировать что мне нужно вот такой код который будет делать так то есть как раз те самые g5 и прочее все будут использоваться не для каких-то непонятных задач а для того чтобы там сэкономить там команду из 100 человек высококлассных программистов до вот уровня там серьезные сеньоры выше вот и написать вот этот код на их как раз перриентирует на другую совсем задача то есть это уже произойдет ближайшее время и класс специалистов безопасники еще долго сохраняться то есть вот моего класса то есть и бэшники которые будут следить да у них конвергенция задач их будет сильно поменяется все они больше будут менеджерами постановщиками тем те которые ручки крутят а вот класс программистов высокоуровневого языка он точно упадет низкоуровневого языка программист они будут еще в цене очень долго и главное что мы создавая такие технологии мы можем же не только для себя создавать мы можем и друг миру предлагать нефть и газ сегодняшний на сегодняшний день там первых государства стоит задачи для того чтобы заниматься экспортом наших технологий вторых на нас смотрят с доверием особенно в странах брикс о том что мы можем предложить что-то такое чего бы заменила полностью те западные платформенные решения и естественно они смотрят как на гаранты безопасности то есть мы им не предложим те решения которые позволят вместо одного саглядата я появил учить другого саглядата я не шила на мыло да то что я говорю что есть это доверенное информационное пространство и президент выполняет эту задачу в африку отправляет бесплатно зерно но наверное еще будет здорово если не только зерно но и эти технологии мы сможем поставлять ну и у нас должна быть какая-то специализация да потому что мы нам у нас не такой большой рынок там 150 миллионов человек и допустим те же автомобили сегодня они все напишки на электроника если там будет стоять наш софт мы можем может быть и не переживать может быть нам и не нужно свои автомобили производить если мы базу создаем для тех кто их создает на первое место и в этом первом месте россия на первом месте ну и лаборатория касперского выпустила свою операционную систему которая сейчас вот прикладном формате для автомобилей для электроавтомобилей которые собственно говоря там со своим каким-то искусственным интеллектом или еще с чем-то там вот там операционная система отечественного производства используются это я уже не могу все секрет их раскрыть тем не менее не с точки зрения рекламы с точки зрения тех трендов о том что у нас есть умные ребята у нас есть умные компании которые умеют создавать умные решения для обеспечения безопасности в том числе для того чтобы мир стал светлым надо взять ту культуру идущую от православия от наших других конфессий через сталинскую эпоху и сегодня эти традиции они формируют доверие не только у нас внутри к нашим подходам но и в мире в целом это доверие то как мы сегодня определили необходимые условия чтобы перейти на открытость без доверия выйти на открытость наверно не получится мы сегодня я так понимаю можем стать страной которая на этом специализируется который дает всему миру возможность использовать наши цифровые технологии это какой-то не люди нового нефти а наши цифровые технологии наше образование если вот прям квинтэссенцию прям как программное заявление именно того на что нам надо делать упор что нам надо я уж позвольте слово выпячивать чем нам надо гордиться на чем нам надо работать именно и в этом случае вот этот книга о светлом будущем да это тоже очень важно говорить о том о каком образом и стремимся мне кажется уже хватит говорить о наших столько времени занимать того что говорим о наших проблемах то что у нас не происходит а надо говорить о том а что может происходить надо подсвечивать то что мы можем они то где мы отстали просили мне кажется еще тут важный момент тут который на себя по крайней мере мы как ассоциация взяли говорить о нашей стране этих традициях которые были и о том чтобы дети наше поколение гордилась о том в какой стране они живут и честно я вот таком легком положить позитивном шоке что люди которые занимаются технологиями и которые там чуть ли в массовом сознании не оплод либеральности занимаются тем что в детях проецирует любовь к нашей истории конкретным событиям к нашим сильным сторонам и честно говоря вам в этом плане очень сильно благодарен что вы такое под таким углом готовите наши кадры и патриотичная и знающие историю и герой наше время пусть пока больше в прошлом но вот именно такой в позитивном ключе которые дают традиции силы и это такая очень серьезная надежда основание для надежды на будущее что у нас все будет хорошо и что у нас основание для светлого будущего гораздо больше чем и порой кажется конечно чем у многих других про открытость мы говорили осталось только еще сказать что мы села в правде да это есть это есть честность вне сила а вот когда ты мутишь там что-то не договариваешь там нет сил и сил в коллективе то есть мы оказывается у нас и образование становится коллективным вот ключевых высоких технологиях и от этого как я на от нас этого ждут другие страны причем ждут я так понимаю с большой надежды что у нас это получится но если бы мы не были вот именно как бы коллективным государством с коллективным мышлением с коллективными ценностями я думаю что нас давным-давно раздробили и те задумки которые были заложены там когда-то они бы давным-давно совершились а уж сейчас по сути идет третья серьезная попытка на уровне мировой войны опять нас разрушить и опять мы только репчая на крыльчане получится кто бы мог подумать что санкции нас не разрушит объединят так поэтому в своей книге у меня главное место действия это москва вот тогда я хочу вас поблагодарить за замечательные такую беседу которая была крайне интересно мне надеюсь нашим зрителям она тоже была интересна с нами в студии был писатель фантаст алексей хохлатов и руководитель ассоциации руководитель службы информационной безопасности виктор меня спасибо вам большое а с вами был проект . сборки будущее может быть светлым спасибо друзья до свидания а